Всем привет, меня зовут Светлана, вы на канале Редактура или Жизнь, и сегодня на фоне моих уже почти заполненных новых дачных полок, я снимаю вам сегодня Try Chapter Tag. Последний Try Chapter Tag был довольно давно, это было чуть больше года назад, и причиной тому мой принцип, прям такой железобетонный принцип, что я не снимаю новый Try Chapter Tag, пока я не доберусь до всех книг, которые были в предыдущем Try Chapter Tag. И кто подписан на канал уже довольно давно, то может быть вы помните, что последней книгой в прошлом Try Chapter как раз были лунные хроники Мэрис и Мэйр, и я сейчас уже начинаю Белоснежку. Белоснежка это последняя четвертая книга, то есть я уже, в общем, все, что было в прошлом Try Chapter Tag, я уже прочла, оценила, объяла, и вполне пора отснять следующий. Также, я думаю, вы заметили, что в последнее время на Ютубе, по крайней мере, русскоязычном Буктюбе, формат Try Chapter встречается нечасто. Сейчас гораздо более популярен формат Читаю 100 страниц и Бросаю, ну, по крайней мере, заголовки у роликов именно такие. Я подобных видео снимать пока не планирую, и связано это с тем, что я все-таки тщательно выбираю книги, все еще у меня это получается, и, скорее всего, я их не брошу. 100 страниц я прочту, 50 страниц я прочту, 150 страниц я прочту. Это, в общем, не имеет большого значения. Вы могли заметить по книжному адвенту, что я прочла, надкусила, да, за декабрь прошлого года 27 книг, и желание... нет, 26... 26 книг, и прям не дочитывать остро, мне хотелось только одну из них, из 26. То есть, ну, на самом деле, я, в общем, достаточно хорошо выбираю книги для самой себя, разумеется. И формат 100 страниц и бросаю, ну, он будет бессмысленен, потому что зрители от него ждут, что часть книг блогер надкусит, понравится и дочитает, а часть книг по 100 страницам, да, будет ясно, что это прям шляпа и не подходит, и это был неудачный выбор. А у меня будет просто читаю 100 страниц и рассказываю вам, вот так. Я не вижу в этом разницы с три-чаптер, тем более, что в формате три-чаптер я читаю обычно меньше, чем 100 страниц. Обычно это бывает страниц 30-40, то есть мы с вами именно по чаптерам, да, по главам решаем, сколько глав я читаю. После этого я выношу какое-то свое самое раннее, самое предварительное суждение, и, опять же, да, точно могу вам сказать, что эти книги будут дочитаны, причем в обозримом будут. Поэтому давайте начинать. Но на самом деле у нас с вами сегодня необычный, нетипичный три-чаптер тег, потому что мы начнем его с распаковки вот такого классного бокса. Это бокс от издательства MIF, Man of Ferber. И, как видите, я еще даже вот прям курьерскую упаковку не открывала, потому что я не знаю, как там внутри все запаковано. Я не хотела без вас, хотя меня прям с ней дало любопытство, но я не хотела без вас открывать даже главную внешнюю коробку. И по этой же причине, раз мы с вами сегодня открываем бокс, мы попробуем и книгу, которая в этом боксе лежит. Она будет шестой, то есть у нас есть стандартно пять книжек три-чаптер, плюс в самом конце ролика мы попробуем вот эту книжку из бокса. А бокс откроем в начале, разумеется, ради интриги. Напоминаю правила моего личного три-чаптер-тек. Пользуйтесь и видоизменяйте, как вам удобно, если вам нравится этот формат. Я надкусываю несколько десятков, да, 30 страниц, 40 страниц. Обычно по главам определяется первые две главы, первые три главы. Пяти, в пяти книжках. И это должны быть книжки авторов, которых я никогда прежде не читала. Это могут быть первые книги циклов, это могут быть одиночные романы, это всегда книги на русском. И это всегда незнакомые мне писатели для того, чтобы чистота эксперимента, да, была полностью соблюдена. Ну и тем, опять же, кто уже смотрел некоторое количество, три-чаптер у меня на канале, вам будет очень любопытно увидеть, как видоизменился жанровый состав книжек в три-чаптер. Это очень-очень заметно, контраст прям сильнейший. Но я бы не стала делать вывод, что это отражает прям все изменения в моих читательских вкусах. Это просто, скорее, характеристика какого-то периода. Да, то вот был период, были более интересны одни жанры, в другие периоды интересны другие жанры. И так как мы идем по книгам, которые я покупала довольно приличное время назад, то можно говорить о том, что вот в тот период мне были интересны вот такие-то произведения. Ну, хватит, в общем, отвлекаться, давайте открывать бокс. Так, ну что, вот коробочку я открыла. Давайте разбирать, что здесь внутри. Ну, во-первых, конверт. Конверт с очень красивой восковой печатью. Мне, как всегда, жалко такие печати ломать, но, очевидно, мы должны этот конверт открыть. Я смогла открыть, почти ничего не испортив. Итак, у нас внутри очень красивые открытки. И посмотрите, какое оформление. И у нас здесь открытки с персонажами. Потрясающе сделано. Это soft touch. И очень-очень красивые, красивые арты. Прям мне стиль художника очень нравится. Я сейчас буду заслонять свое лицо. Я уже говорила, и мне некоторые авторы это припоминают, что я не очень люблю открытки в комплекте. Но открытки, которые именно вот такого формата... Здесь нетипичный квадратный формат, но открытки, которые можно использовать как закладки, я их очень люблю, я их использую, и буду использовать и эти, конечно же. Что у нас еще есть? Прям... Давайте. Таинственный сверток. Таинственный сверток. А в нем еще один сверток. Ага, свечка. Свечка. Ветивер или ветивер. Я не очень хорошо знаю ударение. Мускатный орех и черный перец. Ну-ка. Смотрите, она с деревянным фитилем. Я обожаю. Я в последнее время прям подсела. Но я экономлю. У меня таких свечек не очень много. Я подсела на свечке с деревянным фитилем. Они так потрясающе трещат, когда горят. Очень-очень приятный, кстати говоря, запах. Прям классно. Я, наверное, думаю, что свечка... У меня здесь есть некоторое количество свечек на даче, но я эту, наверное, увезу с собой. Буду жечь ее в городе себе на рабочем столе. Так. И у нас еще здесь есть... Ой. У нас еще есть бумажка. Бумажка. Ага. У нас вот здесь чайная бомба. И вот здесь маленькая инструкция по тому, как чайные бомбы заваривать. Я фанат чая, вы знаете. И мы в процессе с вами сегодня обязательно заварим чай. И без чая не проживут столько времени, сколько мы будем читать 6... пробовать 6 книжек. Ну, вот. Что такое чайная бомба? Я вижу впервые. Так. Так. Ага. Вот так она выглядит. Вот так она выглядит. Интересно, какой чай-то здесь? Загадка. Судя по всему, это тайна. Что за чай? Потому что... А! Нет. Не тайна. Но нужно найти вот в этой вот бумажке найти чай, который наш. И судя по всему, это... Он похож на малиново-черно-смородиновый чай. Единственное, здесь почему-то сверху цветочки цветочки розы или шиповника, про который ничего не написано в этом чае. Это будет, видимо, в какой-то степени сюрприз. Инструкция такая. Вам нужно заварить чайник объемом 500-600 мл. У меня есть такой чайник. Бросить эту чайную сферу туда, дать сфере 5 минут завариться и наслаждаться чаем. Возможно, мы с мужем прям попробуем на этих выходных это сделать, собственно. Чего откладывать? Идея прикольная. Идея прикольная. Первые в мире чайные бомбочки. Ну, если вдруг увидите где-то в продаже, теперь будете знать хоть, что это такое. Ну, и мы переходим, собственно, к книгам. Да-да-да, я не стала говорить этого во вступлении, но у нас здесь две книги в боксе, потому что это диалогия. И издательство сразу положило в бокс обе книги, чтобы можно было прочесть все залпом и не откладывать, не ждать. И это у нас с вами очень красиво оформленные книжки. Это цикл, который называется «Слезы Эрии» и «Сердце Эрии». Вот такие потрясающе красиво оформленные книжки. Автора зовут Эллин Рей. Ну, это отечественный автор, это псевдоним. Мне, конечно, нет, я не могу выбрать, мне нравятся обе иллюстрации, они очень-очень красивые. Первый том это «Слезы Эрии» и «Сердце Эрии» это второй том. Итак, сюжет. О леса, странница, потерявшая семью и дом, оказавшаяся в Гехене, чужом и чуждом ей мире, где могущество людей держится на жалких остатках силы мертвых богов. Проклятый волк, Тамиру, проклятый волк, пожертвовавший свободой ради спасения странницы, связавший себя с ней кровными узами. За его душой множество тайн, каждый из которых скрывает в себе опасность. Потерянная и проклятый им предстоит изменить этот мир ради спасения собственных душ. Дальше, аннотация еще немножко продолжается, на мой взгляд, чуть дольше, чем нужно. Я не буду вам и дальше читать, мне кажется, она уже спойлерит сюжет. Конечно, аннотацию второй книги я и читать сама не буду, и вам тоже рассказывать не буду. У нас здесь красивая карта на Форзоце и очень красивая иллюстрация на Форзоце. Что хочу сказать, начало каждой главы оформлено вот так вот, очень интересно. В общем, у нас фэнтези, да, у нас фэнтези от отечественного автора, не славянская фэнтези, а то я знаю, что некоторые даже уже вздрагивают, когда слышат славянская фэнтези. Я думаю, это связано с тем, что действительно славянского фэнтези, ну прям славянского-славянского, не знаю, а-ля Волкодав, да, его на самом деле очень-очень мало, и чаще всего просто вайбы в фэнтези. И люди открывают, особо ничего, да, славянского не видят, и, может быть, грустят по этому поводу. Но здесь у нас прям просто фэнтези про девушку, которая оказывается где-то в другом мире. Давайте покажу вам иллюстрации на форзице второго тома. А здесь у нас на нахзице карта, но в целом очень-очень удобно и здорово сделано. И слезы Эрии мы с вами сегодня прям попробуем шестой книжкой в нашем три-чептере. Давайте переходить к основному блюду. И, как я уже сказала, те, кто смотрел несколько предыдущих три-чептер, вы явно будете удивлены тем жанровым составом, который нас с вами сегодня ждет. Но начать хочу с автора, о котором я узнала благодаря нашему буктюбу. И мы с вами говорим о классике. Чтобы вы понимали, насколько это было для меня немного фрустрирующе, я скажу, что я в целом привыкла, что даже если я не читала каких-то классиков, я о них хотя бы слышала. Потому что у меня была дом-библиотека, бабушки и дедушки, небольшая, но в целом нормальная. Была отцовская библиотека, оттуда я больше узнавала про классику фантастики. И я тот человек, который читал все произведения, которые задавали по школьной программе. Я старалась читать большую часть всех списков на внеклассное чтение, которые давали. Какие-то я находила в домашней библиотеке, какие-то я находила в районной библиотеке. То есть я прям старалась читать все, до чего могла дотянуться. Поэтому, когда я услышала про этого автора и услышала, что это классик, и я никогда даже фамилию не слышала. То есть не только не то, что я не слышала про произведение, я даже не слышала такой фамилии никогда в своем детстве, в отрочестве. И это меня немало удивило. Мы с вами говорим сейчас об Арчибальде Кронине. Да, Арчибальда Кронина я узнала от наших буктюберов, конкретно от роликов Ани Букспейс и Юли Волкодав. Они вышли примерно где-то в одно время, и особенно меня поразил ролик именно Юли, потому что мы с ней примерно одного возраста. И она говорила, что я читала Кронину в своей домашней библиотеке в детстве еще. И я такая, как это у тебя она была? У меня даже следов не было. Ну, вот так. И, конечно, когда я про него узнала, я захотела познакомиться с творчеством этого автора, но самые его известные произведения меня абсолютно не цепляли своей проблематикой, своим сюжетом. Вот этот домашний абьюз, вот это постепенное какое-то отчерствление души, там какая-то книга про доктора, да. и я стала смотреть, что еще есть у Кронина и в итоге я выбрала «Звезды смотрят вниз». По какому принципу я их выбрала? Кстати говоря, не такой уж плохой принцип из всех остальных, если вы не знаете с чего начать, да, знакомство с автором. Если вас не устраивает там самая известная книга или самая популярная книга, самая толстая книга есть еще вариант, да. я выбирала по принципу «Ничего не знаю о шахтерской работе, вот почитаю». То есть выбрала то, о чем у меня минимальное количество информации, хотя понятно, что мы говорим о шахтерах сто лет назад, но по-прежнему эта профессия очень тяжелая, по-прежнему эта профессия очень опасная и, насколько я понимаю, она по-прежнему весьма вредная для здоровья. То есть, в общем, сто лет прошло, технологии шагнули далеко вперед, тем не менее, мне кажется, что какие-то основополагающие принципы во многом остались те же самые. Поэтому взяла именно эту книгу Кронина, потому что заодно хоть она послужит какому-то такому образованию, потому что у нас почему я считаю, что здесь более-менее все написано как было, потому что Кронин в свое время работал инспектором рудников. То есть, он прям в этой книге пишет не просто обо что, не просто где-то там поспрашивал какие-то вещи. Он пишет на основании своего собственного опыта. В 1924 году он был назначен инспектором рудников в Великобритании. При этом, когда мы говорим о его книге про врача, то это тоже на основании собственного опыта, потому что более 10 лет Кронин проработал врачом. но вот был у него и такой опыт. Он был и корабельным хирургом, и плавал в Индию. В общем, насыщенная была на самом деле жизнь. Давайте попробуем почитать. Звезды смотрят вниз. Это азбука классика, это достаточно пухленькая книжка, здесь 730 страниц, но здесь нормальный для этого формата, нормальный шрифт, не мелкоскопический. И у нас тут части и в этих частях циферки, не главную, 1, 2, 3. И я предлагаю, мы с вами прочтем, наверное, первые 5 кусочков, как раз это будет до 40 страницы. Я начинаю читать, к вам вернусь либо в конце, либо в процессе и поделюсь своими ощущениями. Ну что, я прочла первые 40 страниц Арчибальда Кронина, его романа «Звезды смотрят вниз». В этом мне помогал свежезаваренный чаек, я не могу в него похвастаться нашими новыми кружками. Мы их увидели по дороге, пока ехали сюда, закупались в супермаркете. Они очень-очень красивые. И из них очень вкусно пить чай. Первые 40 страниц Арчибальда Кронина. Ну, во-первых, здесь хороший, такой, знаете, не чрезмерно метафоричный, не чрезмерно снышный язык. То есть, здесь нет супердлинных предложений, здесь не витают вайбы Льва Николаевича Толстого. С другой стороны, здесь, судя по всему, нас ждет, ну, такой всевидящий рассказчик, достаточно типично все еще для того времени, когда писалась книга. то есть, мы прыгаем из головы в голову разных героев. Вот я прочла пять маленьких кусочков, каждый кусочек это был от лица отдельного персонажа, то есть, они ни разу не повторялись, и я пока не знаю, сколько всего этих персонажей будет. У нас маленький шахтерский городок на побережье, и у нас забастовка, ну, точнее, у нас день окончания забастовки, то есть, три месяца тянулась забастовка, потому что слишком много воды в шахтах, и людям тяжело работать, и, соответственно, вот прошло три месяца, все голодают, все вещи уже заложены, перезаложены, все лавки закрыты, то есть, торговцы просто закрывают лавки, никому в долг уже ничего не дают, и мы здесь, во-первых, видим историю глазами жены и младшего сына, человека, который эту забастовку объявил, Роберта, жена пытается найти какую-то еду для своей семьи и не может, она ходит по этому городку, и даже обрезки, помощник мясника даже не может дать какие-то кости, какие-то обрезки, потому что мясник обнаружил его доброту, и запретил ему все это делать, и плюс она злится, потому что она беременна, то есть, у нее токсикоз, судя по всему, первая половина беременности, и она в бешенстве, потому что у нее и так три сына, все три сына работают, они взрослые, но они все работают в шахте, и пока забастовка, то есть, не просто ее муж не работает, но и три ее сына тоже без работы, семья голодает, и четвертый род вообще как бы непонятный, непонятно куда он в этот мир, но тем не менее, вот он уже есть, она уже беременная. Дальше мы смотрим глазами ее младшего сына Дэвида, который вступается за юношу, собирающего уголь. Он вступается, его больно бьют, и в итоге он оказывается дома у местного блаженного, если хотите, хотя бы там его накормили. также мы видим Артура, это сын владельца шахт, по-моему, ему 11 лет или 13 лет, ну, в общем, он прям боготворит своего отца, и разумеется, он не сочувствует шахтерам, это понятно, и хотя бы его глазами мы видим, что происходит в доме этого владельца, у владельца, конечно, никакого сочувствия с шахтером нет, плюс он еще явно страдает, как сейчас бы сказали, ОКР, он прям до маньячности скуп, скуп во всем, то есть, условно, из обмылков в его доме прессуют новое мыло, да, то есть, то ли это помогает ему, ну, увеличивает его капитал, но, судя по всему, он просто этим одержим, чтобы, не дай бог, вообще что-то выкинуть, то есть, там, карандашики списываются до вот таких огрызков, ни одной лишней спички, представляю, какой это для домашних стресс, еще видим небольшие кусочки, когда уже забастовка объявлена, закончены, между вот этим владельцем шахт, баросом и управляющими, управляющие не все, как бы, в восторге от того, что забастовка кончилась, ну, кончилась и кончилась, судя по всему, жить легче героем не станет после этого, вот, общие мои мысли написаны хорошо, читаются, пожалуй, легко, но здесь достаточно плотные, но здесь достаточно некрупный шрифт, то есть, текста довольно много на этих 40 страницах, я единственное рассчитываю, что может быть автор перестанет множить персонажей, от лица которых мы читаем, ну, до какого-то разумного предела, потому что еще немного, и я перестану, как бы, я начну забывать кто все эти люди, то есть, вот я запомнила Роберта, его жену Марту, их сына Дэвида, Артура, сына владельца шахт, но еще, еще немного, да, и это будет уже перебор, но пока мне нравится, ну, да, это такая безнадега, в общем, я была к этому, наверное, готова, вряд ли что-то другого можно было ждать от Кронина, давайте приходить к следующей книге, следующая книга примечательна тем, что она участвовала во втором марафоне «Читаю без списков», кто, опять же, помнит, первый марафон «Читаю без списков», он был без читательского голосования, я просто выбрала самые-самые бестселлеры из своих покупок, из своих залежей, и их читала, уже со второго, со второго года началось голосование, именно в том самом, первом голосовании, в том числе, принимала участие эта книга, и она была примечательна тем, что она была одной из двух книг, которые набрали наименьшее число голосов, по два голоса, то есть тогда на самом, на самом мне списке, да, внизу списка по итогам голосования были две книги, одна из которых это была «Мара и морок», но «Мара и морок» уже, конечно, не может никуда попасть, потому что я читала ее в адвенте, да и, в принципе, я ее этим летом буду заканчивать уже с этой историей, и идеологию эту буду читать. А второй книгой, которая составила компанию «Мария и мороко», были очень безумно богатые азиаты Кевина Квана. У меня, кстати, на тему безумно богатых азиатов нет вообще каких-то, ну, низких или вообще каких-то печальных ожиданий. Я понимаю, что это просто не очень интересное, да, всей моей аудитории, да и я тоже не совсем увлекаюсь такой литературой. Это что-то вроде азиатского чеклита, мне кажется, так можно это назвать. Это трилогия, и как минимум первая книга из нее была экранизирована, может быть, все три были экранизированы, я не вдавалась в подробности. И это у нас история про девушку, сейчас я найду ее имя, с Рэйчел. У нас история про Рэйчел, она американка китайского происхождения, и у нее есть бойфренд в Нью-Йорке, в Нью-Йорке она профессор, молодой профессор экономики в Нью-Йоркском университете, и у нее есть бойфренд Ник, он тоже университетский преподаватель из Сингапура. И вот они как бы встречаются, они как бы, я так понимаю, достаточно раннем этапе своих отношений, и Ник приглашает ее летом поехать на свадьбу его лучшего друга. По-моему, это отличный всегда повод, да, увидеть всю семью, это, с одной стороны, ни к чему тебя не обязывает, да, это свадьба чужого человека, а с другой стороны, происходит, да, какое-то знакомство, какой-то коннект. И Рэйчел, я так понимаю, казалось, что она в целом Ника, ну, как бы, ну, знает его, да, насколько можно. И только приехав на эту свадьбу вот этого друга, она обнаруживает, что Ник происходит из одной из самых богатейших семей в Сингапуре. Очевидно, что это окажется для Рэйчел в каком-то смысле вызовом, да, то есть ее и ее ждут какие-то интересные перипетии, ну, и понятно, что ее бойфренд вдруг оказывается, по крайней мере, там для этих сингапурцев, да, он оказывается одним из самых завидных женихов, в то время как в Америке, он просто один из преподавателей. Чем меня сразу эта книга подкупила? Тем, что у нас с вами в самом начале генеалогическое древо Ника, ну, и всех, видимо, других людей, которых мы встретим в этой книжке. Я обожаю такие вещи, это очень помогает при чтении историй вот про такие большие семьи и кланы. Судя по всему, здесь еще примечания, они, к этому древу есть примечания, они такие немножко стебные. Например, здесь есть, например, здесь есть некая Мэйбл Мэйбл Тянь по прозвищу аэродинамическая труба и сносочка. Вот что бывает, когда делаешь подтяжку лица в Аргентине. Ну, то есть, тут еще как бы какой-то такой небольшой степа от автора. А я рассчитываю, что это будет просто забавное, прикольное чтение литературы, ну, того, что я обычно не читаю. А давайте выберем, что я буду, собственно, читать. А вот прекрасно. Мы с вами читаем первые две главы. Я не поняла, только есть ли тут пролог. Да, у нас есть пролог и первые две главы. Это как раз 40 страниц. У нас одна глава и у нас в начале каждой главы вот здесь подписано, собственно, кто центральный персонаж. То есть, у нас не будет вся книга от лица Рэйчел. У нас будут от разных героев, собственно, разные главы. Ну, что, я прочла первые, получается, 40 страниц, пролог и две главы, ну, и, конечно, повеселилась. Начинается все с пролога, который происходит, видимо, за 20, примерно 20 лет до основных событий книги. И мы в 1986 году, когда еще маленький Николас, это вот как раз бойфренд нашей героини Рэйчел, приезжает с довольно большой своей семьей, там, с какими-то кузинами, кузенами, тетушками, когда они приезжают в Лондон. И они приезжают в какой-то день дни содружества, то есть, в общем, в Лондоне очень много гостей, отели переполнены, но у них забронирован шикарнейший, просто шикарнейший номер в очень крутом отеле. Однако, по прихоти одной из тетушек, они идут туда пешком. То есть, они приходят туда мокрые, растрепанные, значит, дети там барахтаются по этому лобби, разливают какую-то воду, значит, все пачкают водой, дождем, которая с них стекает, и управляющий отеля, весь такой чопорный сухар, какие-то, значит, растрепанные китайцы, и тут на выходных должна какая-то дама приехать из высшего света в отель, и он пытается их выжить из отеля. Даже несмотря на то, что он понимает, что у них забронирован самый крутой люкс, все равно он не может допустить, чтобы какая-то графиня или леди, чтобы они, чтобы она, значит, вокруг нее бегали какие-то китайчата, да, и он пытается их выжить, он говорит им номеров нет, убирайтесь отсюда, и они пытаются найти другое, то есть они понимают, почему он это делает, они как-то растерянные, в Сингапуре такого нет, и тем не менее они понимают, и вот как раз одна из них звонит своему мужу в Сингапур, и говорит, что вот из-за того, что дни содружества нам не найти отеля, вот уже как бы темнеет, и у нас голодные, холодные, усталые, мокрые дети, и он такой, а, отелем владеет вот этот чувак, сейчас подождите, я все решу, и вот проходит там час, и вдруг в отель приезжает уже пожилой владелец отеля, который не приходил туда много времени, он приходит и говорит, слушайте, у меня новость, наконец я сбагрил эту готическую развалюху, значит, со своих плеч, и позвольте представить вам новую владелицу отеля, и показывает вот на одну из тетушек этого Николаса, управляющий такой, что? А все потому, что муж этой Фелисити, он, так как они из богатой семьи, напоминаю, он с этим владельцем отеля играл в гольф, ну, то есть, в общем, они знакомы, он просто ему позвонил и купил у него отель, вот так, за час, и в конце, как бы, да, это Фелисити, глядя на управляющую, говорит, и вам придется покинуть отель, то есть, то, что он говорил им весь пролог, она ему возвращает эту фразу, вам придется покинуть отель. На фоне того, что я сейчас читаю Вавилон, Ребекки Куанг, это очень такой, такая интересная перекличка, да, что, в общем, Вавилон, 1830-е годы, это 1986 год, но, в общем, ксенофобия, да, расизм, они и в это время в Лондоне были еще вполне себе, вполне себе процветали. Ситуация, да, как бы, мы чувствуем радость за героев, что она разрешилась, но, конечно, вместе с тем очень неприятно, что в лондонском отеле в 1986 году управляющий так себя ведет, с другой стороны, конечно, в это абсолютно веришь. Дальше мы переносимся уже в наше время, и Николас как раз у нас предлагает Рэйчел поехать в Азию на 10 недель, то есть он говорит, сначала свадьба, это все быстренько, там буквально, да, неделька, а дальше вся Азия наша, мы с тобой покатаемся, у тебя там живет подруга, давай, мы узнаем, что они встречаются уже два года, то есть это на самом деле серьезные отношения, и Рэйчел понимает, он ее зовет, знакомится с своей семьей. Она, при этом, вот это очень любопытно, она не знает, что он из такой богатой семьи, что он вообще из богатой семьи, но она понимает, что это какой-то вот такой важный шаг, что это волнительный момент, то есть независимо от того, кто его семья, да, она все равно волнуется, потому что явно он вот два года все-таки уже, то есть возможно он сделает ей предложение, и вот она очень как бы такая медлит, но тем не менее она соглашается, соглашается ехать и сообщает об этом своей подруге. в конце первой главы, знаете, такой-то круговорот информации, и это все проходит через огромное количество родственников, знакомых, дальних знакомых, еще кого-то, и в конечном итоге, условно там, весь Сингапур в курсе, что Николас Янг, а там-то и знают, кто такой Николас Янг, что Николас Янг приезжает не один, а с девушкой этим летом, с какой-то девушкой. И вторая глава нам показывает как раз эта же мать этого Николаса, да, Элинор, да, Элинор Янг, вот, которая была с ним в этой истории с отелем, и Элинор сидит с подругами, я вот не очень поняла, то ли в клубе, то ли где-то, они там обсуждают кучу всего, и заодно еще звонят своим мужьям, то есть, узнав какую-то сплетню, слэш, закулисную информацию, они тут же звонят своим мужьям, говорят, продавай акции, то есть там прям, такая-такая, знаете, сумбур из уютной, уютных посиделок немолодых дам с какими-то вот такими острыми, вдруг указаниями резкими, да, каким-то, каким-то мужчинам. И заканчивается вторая глава тем, что Элинор оказывается единственной, кто не в курсе, что ее сын приезжает с девушкой. и в то время, когда все молятся за то, чтобы там мужья успели, там они решают закончить все общей молитвой, в то время, как все остальные молятся, чтобы мужья успели там скинуть какие-то акции компании, которая скоро разорится, Элинор молится об одном, лишь бы не Тайванька. Вот у мамы, значит, главная боль, лишь бы не Тайванька, причем это просто у нее какие-то предрассудки относительно тайваньских женщин. Веселая, забавная книжка, мне прикольно читается, она очень легко написана, единственное, много имен, но я думаю, что я разберусь, кто есть кто, точнее, просто буду фильтровать нужные и отфильтровать ненужные. Очевидно, здесь будут всякие разные веселые моменты, связанные с приездом Рэйчел на эту свадьбу и с обнаружением, кто такой на самом деле ее бойфренд. В общем, ну, оно вот такое вот очень простенькое, незамысловатое и веселое, по крайней мере, пока. И мы переходим к третьей книжке сегодняшней программы, и это тоже, пожалуй, не моя основная стезя, да, я не основная аудитория подобной литературы, но мне очень интересно, все-таки это очень-очень известная писательница, и мне интересно познакомиться с ее творчеством, и я, когда, помню, как я покупала эту книгу, это было в Москве, в книжном магазине Москва, я обнаружила, что этот, этот цикл, этот цикл, тетралогия, я обнаружила, что его издали в очень, в очень дешевом, похитном варианте, я решила, что я возьму первую книгу и попробую, это у нас с вами Элена Ферранте и моя гениальная подруга, первая книга Неаполитанского квартета, у нас здесь история, которая будет, которая развивается во второй половине 20 века, и мы будем следить за отношениями, за жизнью, за всем-всем-всем двух подруг, Лилу и, точнее, Лилы и Лену, вот так, Лену это от Элены, кстати говоря, то есть, это возможно в чем-то автобиографический квартет, да, автобиографическая история, потому что, главную, ну, рассказчицу как раз зовут так же, как зовут автора. Это история двух подруг, Лену и Лилы, живущих в 50-е годы в бедном квартале Неаполя. Детство и юность проходят на суровых улицах, где девочки учатся во всех обстоятельствах полагаться только друг на друга. Пути Лену и Лилы то расходятся, то сходятся, они остаются лучшими подругами. Через историю Лилы и Лену Ферранте рассказывает о драматических изменениях в жизни квартала, города и страны и о том, как эти изменения сказываются на отношениях между героинями. Вот, что мы с вами будем читать. Я подумала, что мы прочтем, тут маленькие главки, такие прям маленькие, и мы с вами прочтем первые 40 страниц, первые 6 маленьких главок, вот до 7 главы. Я пошла читать, к вам вернусь, расскажу, что об этом думаю. Так, я вернулась, я прочла 40 страниц, и самое первое, что меня жутко напугало, это перечень персонажей. То есть, у Кевина Квана это был, напомню, один разворот, да? здесь, здесь, значит, здесь у нас вот действующие лица, причем у нас семьи, да? Семья Сапожника Чарула, Швейцара Грека, семья Карачи, семья Столяра Пелуза, и у нас вот здесь еще семья Сумасшедших вдовы, семья Железнодорожника Поэта, семья Торговца Фруктами, семья Владельца Бара Кондитерская, семья Кондитера и так далее. Причем у нас здесь как бы идут, как у нас перечислены эти семьи? У нас идет глава семьи, допустим, Фернандо Чарула, Нунце Чарула, мать Лилы. Дальше, Рафаэлла это Лила, Рина это ее старший брат, Рина также зовут одного из ее сновей, дальше подпись другие дети, и тут почти в каждой семье точно так же, то есть, у нас муж, жена, один или два ребенка, а потом еще какие-то другие дети, которые, видать, не стали, не заслужили себе отдельного имени. Итак, у нас здесь пролог, который состоит буквально вот из трех маленьких главок, и пролог это такая обрамляющая история у нас здесь есть, она, видимо, распространится на все четыре книги, наверное, может быть, она как-то в каждой книжке будет развиваться, но это мы смотрим вместе с Эленой из условного настоящего, да, вот на это прошлое, потому что мы здесь будем прямо с самого детства следить за героинями, за их дружбой, а мы сейчас как бы в настоящем и уже героиням хорошо за 60, и Элена узнает, что ее подруга Лила, она исчезла, причем она исчезла, вообще исчезла, то есть она Элене в разные годы говорила, что вот у нее есть мечта просто испариться, да, то есть не самоубиться, не сменить там имя, фамилию, да, другой паспорт, а просто, чтобы как будто вот тебя не было, и судя по всему, она каким-то образом значит этого достигла, потому что ее сын, ну, она просто уходит, ее сын там звонит куда положено, да, в полицию, в больницу, так далее, а потом он обнаруживает по совету Елены, он обнаруживает, что мать, как бы не осталось ни одежды, ни вещей, ни каких-то, знаете, кассет, журналов, фотографий, свидетельства о рождении, то есть вообще во всем доме, где он жил с матерью, не осталось ни одного ее следа, и наша рассказчица Элена, она говорит, ну, типа, врешь не уйдешь, да, она не едет ее искать, она садится, и вот эта хроника, которую нам предстоит читать, это вот ее такой ответ, да, ты думала, что ты как бы исчезнешь без следа, но нет, черта с два, я запишу всю нашу историю, и как бы ты не сможешь скрыться, вот что-то вроде этого, такая вот, такая ответочка, и мы узнаем, что познакомились девочки еще там в возрасте шести, пяти-шести лет, они играли в одном дворе, потом они оказались в одном классе, и особо там пока нет еще каких-то, какого-то сюжета, пока там только вот эти первые маленькие шесть главок, это были воспоминания совсем такие детские, и мы узнаем, что Лила, она прям бунтарка, бунтарка была вот прям с пяти лет, то есть наша рассказчица была тихая, в общем, девочка, которая очень хорошо училась, которая не стремилась к конфликтам, которая, ну, просто обычный тихий ребенок, но что-то ее прям привлекало в этой Лиле, прям вот тянуло к ней, а Лила это прям была заноза, заноза во всем, и мы здесь читаем историю про то, как Лила однажды очень сильно шалила в классе, и учительница, ну, прям уже собиралась ее как бы там физически, физически как-то ее наказать, шла к ней в проходе между партами и упала, споткнулась обо что-то и упала, и какое-то время она провела в больнице, и Лена думала, что все, что она умерла, что, что, ну, что, теперь и Лила как бы, да, тоже ее выгонят из школы за это, но вдруг как бы все внезапно нормализуется, учительница возвращается, и она вдруг начинает Лилу очень любить, и она приглашает в класс маму Лилы, и говорит, что Лила на самом деле замечательная, дорогие, дорогие детки, да, все не понимают, как это в смысле, она, а ты же из-за нее грохнулась, да, там в больнице полежала, учительница говорит, да, я грохнулась, я полежала в больнице, но вместе с тем, как бы Лила невероятная, и тут выясняется, что Лила, в отличии, то есть, в отличии от всего класса, умеет читать и писать, то есть, она первоклашка, и они еще только-только учат азбуку, и вот наша героиня, Элена, она самая лучшая в классе, и она только знает, ну там, да, какое-то количество букв, и читает, да, там, по слогам, какое-то количество слов, и вдруг оказывается, что Лила сама выучилась читать и писать, то есть, у нее мать неграмотная, то есть, у нее нет никого в семье, кто бы мог ее научить, и она умеет читать и писать. И на этом я, за это мои 40 страниц закончились, то есть, у нас будет дружба, вот такой вот, как бы, тихой, тихой отличницы, да, и, видимо, очень, обладающей очень острым умом, хорошей памятью, но прям бунтарки, бунтарки, которые, там, здесь, опять же, мы видели сцены, когда она там идет прямо на мальчишек, которые камнями кидаются, и не боится их, и готова дать сдачи, ну вот, всякие такие истории, вот, про их дружбу будем, я буду здесь читать, хорошо написано, хороший, хороший слог, единственное, сейчас очень много набрасывается, как бы, вот эти воспоминания из прошлого, много имен, я уже, вот я в Кемини Кване так не запуталась, я здесь уже запуталась немножко, но ничего, я выплыву, и пока это вот такая вот, такая интересная история детской дружбы, очень-очень непохожих девочек, и мы здесь читаем о том, что Елену прям тянуло к этой Лиле, ну понятно, потому что это было абсолютно какое-то, существует из другого мира, да, и по поведению, и по дерзости главное, и посмотрим, что из этой дружбы у них получилось, пока мне очень симпатично, я не могу сказать, что я вот готова бежать и покупать еще три книги неаполитанского квартета, скорее нет, но у меня есть в электронном виде, я добыла книжку «Нонфик» Елены Ферранде, она вышла не так давно, она переведена на английский, я добыла ее, конечно, на английском, про ее вот как бы прописательство, про все, и я ее достала, и поняла, что вот я эту книгу прочту, и буду читать, вот хочу почитать книгу Ферранде про ее, про ее жизнь, ее мысли, потому что, напоминаю, да, никто не знает, кто такая Лена Ферранде, это, скорее всего, псевдоним, и писательница, в принципе, не показывается на публике, она вообще не ведет публичную жизнь, то есть она считает, что только ее книги, это способ ее диалога с аудиторией, поэтому никто не знает, как она выглядит, никто не знает, кто скрывается под ее именем, и она никак, никак в медиаполе не фигурирует, поэтому будет очень интересно почитать ее «Нонфик», судя по всему, да, жизнь у нее была очень интересная, насыщенная, как минимум, она вынесла из этого очень много воспоминаний. А мы переходим к четвертой книге этого «Три Чептер», и это «Чимаман Дангози Адичи «Половина желтого солнца». Я тоже прекрасно помню, как я покупала эту книгу, покупала я ее в один день с Ферранде, но Ферранде – это был книжный магазин Москва, а это был «Фаланстер», тоже в Москве, и тогда я поняла, что мне очень интересно познакомиться с творчеством африканских авторов, что надо бы выбрать, с кого начать, и я помню, что я покупала тогда Ружди, я покупала прощальный вздох Мавра Ружди, и вместе с ним это тоже корпус, а нет, это, а, Ружди – это корпус, а это Фантом Пресс, кстати говоря, это Фантом Пресс, это очень известная африканская писательница, африканская писательница, и здесь мы будем читать про Нигерию, мы будем читать про Нигерию, по-моему, с 70-х годов, и здесь у нас будет несколько персонажей, от лица которых нам разворачивается история страны, у нас будет некая Алана из богатой семьи, и ее сестра-двойняшка Кайнене, и Алана оставляет полную комфорта жизнь, ради любви, она переезжает в маленький городок к своему будущему мужу, который работает профессором в местном университете. И у нас есть деревенский мальчик Угу, который нанимается к профессору помогать по хозяйству. А кроме того, есть еще англичанин Ричард, приехавший в Нигерию, чтобы написать книгу. Ну и вот сестра Аланы Кайнене, мы тоже ее, судя по всему, увидим. Война, обрушившаяся на страну, не только корежила судьбы людей, но и меняла их самих, вытаскивая наружу то, что в обычной жизни скрывается залозком цивилизованности. Алане, Угу, Ричарду и остальным предстоит пройти сквозь немыслимые ужасы войны, не раз лицом к лицу столкнуться смертью и обрести себя после страшных испытаний. Вот, я сейчас заглянула в оглавление. Не 70-е, 60-е. Начало, конец, начало, конец. То есть у нас мы будем немножко, видимо, между прошлым и будущим перемещаться. Книжка приличная. Здесь 600 страниц. Ой, вот я обожаю вот это. Ну, заглянула в конец, кое-что увидела. Обожаю такое. Редко это встречаю. И когда встречаю, я прям всегда в невероятном восторге произведения, использованные автором при работе над этой книгой. То есть мы привыкли, что у нас список библиографии, да, есть в нон-фикшене. В фикшене он встречается очень редко, и тем не менее это всегда невероятно круто, потому что, что это значит? Это значит, что вот вы прочли книгу, да, про Нигерию 60-х, и вам интересно, еще что-то почитать. И вот вам уже автор, да, составил список источников, как минимум, заслуживающих нашего внимания. То есть здесь, ну, здесь в основном нон-фикшен. Нон-фикшен, посвященный, так или иначе, Нигерии, войнам, которые там велись. В общем, вот я такой, это от меня, знаете, сразу плюс 100 баллов автору за вот такое. Ну, ладно, я пошла читать. Сколько я буду читать? вопрос. Ага, здесь у нас большие главы достаточно, и первая глава 43 страницы. Вот я первую главу прочту и к вам вернусь. Так, я прочла главу. Это было замечательно, очень, такое, знаете, очень вовлекающее повествование, и у нас первая глава как раз от лица вот этого мальчика Угу. Она начинается с того, что его тетушка, да, да, тетушка, тетушка, она пристраивает его вот к этому профессору, который собирается жениться на Алане. Это тоже из этой главы мы узнаем. Она слышит, что профессору бы нужен кто-то, кто помогал бы по хозяйству, быстренько вклинивается, такая, у меня есть, есть мальчик, я его вам приведу завтра, мальчик будет вам помогать. И вот она приводит этого Угу, ему 13, приводит его к профессору. И Угу живет, ну, не как слуга, он живет у этого профессора, профессор тоже нигерейц. И он живет не как слуга, то есть ему профессор выделяет спальню, да, он убирается, он готовит, и вместе с тем ему профессор очень поощряет, чтобы он получал образование. Он, разумеется, там предоставляет ему еду и все, то есть, причем с самого начала профессор к нему как бы, ну, как к равному обращается, и разрешает ему, ну, в принципе, все, то есть, здесь нет каких-то запретов, если его туда не ходи, тут не трогай, тут мой холодильник, да, то есть наоборот, он ему говорит, в первый же день он ему говорит, иди, открой холодильник, поешь. И наш герой в шоке от того, что он там видит в этом холодильнике, да, куча еды, он ест курицу и немножко курица засовывает себе в карманы для того, чтобы потом передать сестренке. И ночью профессор приходит к дверям его спальни и говорит, так, где курица? Наш герой достается с кармана курицу, профессор говорит ему, слушай, как бы курица, ее место на кухне, да, не надо так больше делать. Видимо, там уже запах от этой курицы пошел по всему дому. Вот, и профессор собирается поощрять его образование, то есть он узнает, что у него учился только два класса, потом случился у него рожай и родители забрали его из школы. Он собирается отдать его в школу при университете. И также мы слушаем разговоры, которые происходят в доме профессора, к нему постоянно приходят друзья, знакомые, они обсуждают, разумеется, судьбу страны, они обсуждают колониализм, панафриканизм, панафриканство, точнее. Ну, то я не могу, как это, я покупала Вавилон в конце прошлого года, да, и покупала эту книгу в 2000, по-моему, 20-м. Но, вот, вот я читаю Ребекку Куанг, да, о колониализме, вот я читаю Чимоману Дгози Адичи, и у меня здесь тоже речь о колониализме. А здесь очень интересная была, опять же, тема, которая, про которую я точно вам уже рассказывала, когда я читала Марка Ферро, книжку Марка Ферро, про то, как изучают историю в разных странах. Здесь профессор учит УГВУ, говорит ему, что вот ты пойдешь в университет, пойдешь в школу при университете, и ты там будешь учить историю, и тебе нужно будет учить две версии. То есть, есть версия, которая, ну, как бы, которая, которая нормальная, да, есть версия, которую хотят услышать от тебя на экзамене. И, как пример, он приводит реку Нигер, говорит, что тебе скажут, что реку Нигер открыл вот такой-то белый, там не говорится слово белый, там говорится просто имя, фамилия. И это то, что ты должен будешь написать в своем экзаменационном билете. Но, да, в реке Нигер, там еще, как говорится, наши предки мыли буйволов, и ни в коем случае, да, не думай, что именно вот этот человек впервые увидел реку Нигер, конечно же, нет. Вот, то есть, такой был интересный заход, в общем, совершенно не запланированно для меня. Я, видимо, у меня, видимо, этот год у меня проходит, или это весна у меня проходит под знаменем антиколониализма. Ну, что ж, по-моему, эта тема, да, не очень у нас особо в дискурсе сейчас, однако, это важная тема в плане вообще, в принципе, всей мировой истории, и всегда интересно смотреть, как разные авторы к ней подходят, разные авторы о ней говорят, и, опять же, вот, как и, в принципе, у Кевина Квана, как и, в принципе, у Ребеки Кванг, это никогда не подается, ну, знаете, как злодейское злодейство, просто потому, что все, там, европейцы или американцы, вот они, это просто злые люди, да, а мы, условно, там, хоть китайцы, хоть нигерийцы, а мы все хорошие, это подается, как, ну, некая неизбежность, некое следствие, определенных вещей. Опять же, да, как, конкретно здесь, между собой общаются люди, которые хотят это как-то изменить. Читается очень здорово, мне прям очень понравилось. Переходим к следующей книге. Ну что, у нас уже были с вами сегодня английские шахтеры, сингапурские миллиардеры, значит, итальянские, бедные, бедные неаполитанские девочки, нигерийские профессора, и мы заканчиваем сегодня Японией. Я вместе с вами сейчас надкушу самое начало большой трехтомной саги Каги Отохико, столица в огне, это то, что называют японской войной и миром. Опять же, кто давно на канале, вы, возможно, помните, как я покупала эту книгу. Да, это был 20-й год, это издательство Гиперион, и книгу я увидела на канале у Кати и Светы, Тутокгерлс, и я как раз была в Москве, вот покупала Чимамандут Гозиадича, покупала Ружди, и я подумала, ну, книга, три тома стоили безумно дорого на Лабиринте, и я подумала, что я куплю на сайте самого Гипериона, где книга была, вот вернусь сейчас из Москвы и куплю, и с этой мыслью я как бы ложусь спать, просыпаюсь на следующий день, решаю просто проверить, как там дела, и обнаруживаю, что за ночь, ну, за сутки, да, все, что было, практически раскупили, осталось там что-то 20 комплектов, или 17 комплектов, и я понимаю, что нет, они не дождутся, пока я вернусь из Москвы в Питер, и я заказала прямо там же в Москве, обратите внимание на издательство Гипериона, это очень классное издательство, которое занимается как раз литературой Китая, Японии, Вьетнама, Кореи, и так как это небольшое издательство, то, с одной стороны, книги у них выходят небольшими тиражами, но с другой стороны, они их постоянно допечатывают, то есть там история о том, что вот книга там, два года назад вышла, и больше никогда ее не пересдадут, там она не случается, то есть там всегда есть допечатки, и там всегда можно увидеть книги, которые там вышли еще давно, повесть о Гензи, которая у меня стоит дома, это тоже издательство Гиперион, и я ее покупала, когда только-только они сделали это издание, второе за всю историю, этого перевода на русский, второе издание, это было издание Гиперион, но я потом я видела на всяких книжных ярмарках, я видела, что оно вполне у них есть на стендах, то есть они допечатывают эти книги, и, разумеется, на сайте издательства Гиперион книги стоят намного дешевле, чем в том же Лабиринте, у них все нормально с доставкой их, любыми там способами, так что, если вас интересует восточная литература, в хороших переводах, то я вам это издательство рекомендую. Итак, «Столица в огне» это у нас Токио, такая большая, судя по всему, семейная сага, здесь особо нет какой-то аннотации, здесь есть предисловие автора к русскому изданию, то есть Атахико принимал участие в... Здесь он пишет, «Я задумал русский перевод «Столицы в огне» летом 2016 года». Обратились они к Александру Мещерякову, это известный японист, и в ноябре того года он повез из Токио в Москву чемодан, набитый моими книгами. В Москве сформировалась переводческая бригада из семи человек по числу томов японского издания. У нас, напомню, вышло в трех. «Я крайне признателен этим людям за превосходно сделанную работу». Весной 2018 года перевод был готов, общую редактуру осуществлял Мещеряков, был подписан договор с издательством «Гиперион», и 22 апреля 2019 года мне исполнилось 90 лет. «Русское издание романа – бесценный подарок моему юбилею. Лечу себя надеждой, что мой роман принесет русскому читателю удовольствие и пользу». Вот такое замечательное, прям очень теплое посвящение от признанного мастера японской литературы. Давайте посмотрим, сколько я буду читать. Так, у нас здесь сначала историческая справка, из которой мы узнаем, что роман охватывает с 1935 по 1947 год, то есть всего 12 лет. Но в эти 12 лет попадает Вторая мировая война. Так, это предисловие, кстати, от Мещерякова. И я, наверное, кстати говоря, сейчас опущу предисловие, чтобы сократить время чтения. Начну сразу с текста. У нас здесь книга первая «На перепути», часть первая, и у нее вот эти маленькие такие подглавочки. Давайте я, наверное, прочту... Прочту первые три. До 62-й страницы, потому что я начинаю с 19-й. До 62-й страницы, и к вам вернусь, расскажу как. Ну что, я прочла первые... Ну, около... Получилось... 42, наверное, да, страницы, потому что я пропустила предисловие переводчика. Первые 42 страницы Каги Атохико. Ну и пока это все разворачивается, как действительно такая семейная сага. Мы следим за молодой женщиной по имени Хацуэ, которая ждет... У нее трое детей, она замужем за мужчиной по имени Юдзу, и она ждет из школы старшего сына, а он все не идет. То есть там, видимо, маленькое расстояние между ее домом и школой, и он давно уже должен был прийти домой, но его нет. При этом младший сын Хацуэ лежит с жаром, да, у нее еще есть средний ребенок, и она, оставив младших детей на служанку, она бросается искать, идет в школу, бросается искать сына, не находится его в школе, еще сильнее волнуется, там звонит матери, переживает, дождается мужа, мужу вообще пофигу на семью. То есть у меня вообще не такая, да, типичная японская семья. От того времени Юдзу собирается на выходные, то есть он просто, мы узнаем из текста, что он каждый выходной он просто сваливает куда-то там отдыхать со служивцами, и вот сейчас он тоже собирается, чтобы ехать, и у них будет игра в маджонг. То есть, в общем, тот факт, что у него пропал маленький сын, семилетний, да, в общем, для него скорее досадное неудобство, и то, что жена бегает, причитает, ну, Хацуэ, она очень эмоциональная, и в ней нет какой-то вот такой уверенности, да, ну, и в целом ее можно понять, все-таки Юте всего 7 лет, и тем не менее, Юдзу говорит, ну, ладно, хорошо, поищем ребенка, в итоге Хацуэ его находит, и Юдзу радостно отбывает играть в маджонг. Мы также узнаем, что у старшей сестры Юдзу есть матримониальные планы на младшую сестру Хацуэ, ее старший сын военный, и ему приглянулась младшая сестра Хацуэ, и теперь вот Митсу, это заловка Хацуэ, она приглашает ее прийти, чтобы обсудить этот план. Сразу же здесь, да, много деталей по поводу семей, кто происходит из самурайской семьи, кто нет, у Юдзу и его старшей сестры разные матери, и сестра не упускает возможности напомнить Хацуэ, что это ее-то мать была из высокого самурайского рода, и они там получали 2000 кокурица от их господина, да, а, соответственно, мать Юдзу была из гораздо низшего, более низкого положения дома, и они там получали только 150 кокурица, их отцу и все это слушает, и такая, да, про себя, да, ее отец был восьмым сыном рыбака, то есть никаких самураев там не было речи, но ее отец хозяин клиники, то есть он, несмотря на невероятную бедность, он выучился в медицинском училище, и в итоге он открыл свою клинику, там работает главным врачом мать Хацуэ, то есть и там как бы нам противопоставляется вот такая, ну, не очень, наверное, симпатичная семья мужа Хацуэ, да, и сам он так себе, прямо скажем, и муж, и отец, и сестрица его не очень-то, а как бы им противопоставляется семья самой Хацуэ, по крайней мере, ее отец и ее мать, они прям друженики, да, то есть мы видим, как ее отец задерживается допоздна в больнице, потому что спасает человека, от которого другие клиники отказались, какой-то жизнедорожник, которому отрезало ноги, и он все равно берет его и собирается спасти ему жизнь. Кроме того, здесь есть добавный персонаж, это младший сын, получается, племянник Юдзу, да, ну, и племянник Хацуэ по мужу, он разделяет любовь Хацуэ к чтению, и они здесь обсуждают стендаля, и обсуждают красное и черное, и вообще у них завязывается такой интересный разговор литературы, плюс этот молодой человек, он увлекается психологией, пытается Хацуэ как-то поставить на ней какие-то психологические эксперименты, кидает ей какие-то фразы, от которых она вся краснеет, поддевает ее всякими интересными фразами, но в целом у них очень хорошие отношения, и он ей постоянно дает книги, то есть у них прям такой вот ее единомышленник, мы узнаем, что Хацуэ вышла замуж за Юдзу не по любви, а потому что отец сказал, что это выпускник Токийского университета, и как бы классно было с ним породниться, как бы Юдзу сразу говорил, что он там увлекается горными лыжами, вот этим маджонгом, тем всем, да, Хацуэ любит читать, ну то есть они люди, у которых нет ничего общего, кроме детей, и опять же читаем, как Хацуэ вынуждена, плюс ее муж очень прижимист, то есть он, Хацуэ не знает, сколько в семье денег, много, мало, что там и как, вот, но буквально вот что бы то ни было, все муж старается делать сам, причем она видит, что он делает это не потому, что ему нравится работать по дому, там, ремонтировать ставни, вот что-то такое, да, а ему просто жалко денег, то есть он это делает со злостью, он не любит все это, умеет, но не любит, но вот ни одной лишней копейки не потратит, и для нее это тоже очень большой контраст с ее семьей, где отец, понятно, он хирург, ему не доставней, он, конечно, с легкостью платит за любому рабочему, чтобы тот сделал работу, и для Хацуэ семейная жизнь, в общем, не просто ни сахар, она не приносит ей никакого удовольствия, вот, да, и еще, судя по, но это вот, у меня не очень хорошие знания о Японии, да, 30-х годов, 30-х годов, но судя по всему, вот этот старший сын Заловки, Хацуэ, да, который хочет женить сына ее сестре, это его желание, то есть это не то, что мать хочет выдать, хочет женить сына, а он сам, ему приглянулась эта девушка, и судя по всему, он военный, и он участвует в каком-то вот кружке политическом, то есть мы пока его еще не видели здесь, но судя по всему, участвует. Здесь много имен, фамилии, и кто из каких, кто из какой самурейской семьи произошел, ну, это такая вот вводная часть, и я тоже немножко запуталась, но в целом, в целом пока все хорошо, написано хорошо, переведено хорошо, здесь очень здорово, разумеется, передано колорит, да, передан дух, и времени, и вот эти все вежливые формы обращения, неловкости, которые свойственны для такого общества, поэтому я с радостью, конечно же, прочту все, но здесь достаточно плотный текст, то есть тут не крупный шрифт, и эти три тома, напомню, да, судя по предисловию, это семь томов в японском варианте, у нас три, но это три тома, которые прям тщательно придется читать, и не быстро, но пока прям очень приятно, и, ну, я в этом чувствую некую семейную сагу, хотя понятно, что 12 лет, с другой стороны у Викра Массета тоже все, весь его достойный жених занимает один год, при этом это ощущается 100% как семейная сага, то есть мне кажется, это, наверное, какой-то стереотип у меня в голове, что семейная сага должна быть ух, да, ух, много-много лет, я думаю, что 12 вполне достаточно, ну, и давайте бонусная книга «Слезы Эрии Элины Рэй» про девушку, которая попадает в другой мир, и каким-то образом должна связаться с ней, связаться душой с неким волком, давайте начнем читать, у нас здесь видимо пролог, тут нет слова пролог, написано «Спящее море», и часть первая, глава первая, о, как раз, первая глава заканчивается на 39-й странице, значит, я читаю пролог, и первую главу к вам возвращаюсь. Ну что, ура, боже, какой-то будет опять, опять какое-то длиннющее видео, ну, очень, очень красиво оформленная, иллюстрация на брошке, Ян Яцунский, надо поискать этого Яна, в Телеграме может быть, очень нравится, вот пытаюсь понять, кто рисовал иллюстрации вот на этих карточках, был ли это Ян, или это был, или здесь есть просто вторая художница, которая рисовала, непонятно, но как минимум, я поищу художника, который рисовал обложку, она очень здорово сделана. И так, я тут пока немного не совсем еще все поняла относительно начала, потому что, с одной стороны, автор хочет нас как бы ввести, с другой стороны, мне кажется, здесь произошла та же проблема, которая у меня была, мы начали немножко не с инициирующего момента, мы начали, как я начала, в сказочнице, мы начали позже, то есть у нас не, мы начинаем не с того, что героиня попадает в этот мир, а мы уже, она три месяца как попала, и от этого мы всю первую главу мы постоянно делаем вот такие вот, ну, коротенькие, да, а-ля флешбеки, но на самом деле это прям коротенькие-коротенькие фразы, мы постоянно возвращаемся вот в этот момент, то есть автор решил его не показать, а мы к нему возвращаемся к моменту, когда она появилась в этом мире. С одной стороны, может быть, это попытка сделать интригу, да, то есть как там было, как, потому что мы узнаем, что это было непросто, что она была в каком-то ужасе, панике, она еще поранила тех людей, которые пытались ей помочь, то есть, ну, прям все было как-то, как-то очень жестко, жесткое приземление, но с другой стороны, я не уверена, да, то есть, может быть, мы сложим потом эту картинку, как она в этот мир попала, но пока мы только вот, как бы, туда и обратно, регулярно возвращаемся в этот момент мыслями, при этом сам момент нам решили не показывать. В прологе, пролог коротенький, как говорится, как я люблю, здесь всего, считайте, три странички, и здесь какое-то судно, на котором находится некий сказочник, и судно отходит от берега, и на нем сидит девушка, которая, судя по всему, и есть, Алиэса, и она говорит сказочнику, я расскажу тебе свою историю. Пока непонятно, вот зачем это вступление, да, то есть, как говорится, надеюсь, нам дальше все логично объяснят, то есть, у нас есть некий обрамляющий, не обрамляющий пролог, зачем он нужен, зачем нам нужно, чтобы нашелся слушатель, которому героиня вот это расскажет, вопрос, но возможно, так, так надо, красивые очень иллюстрации здесь, в начале каждой части, и мы узнаем, что героиня попала, ну, в некий мир, где есть магия, и где есть вот эти слезы Эрии, это кристаллы, и по легенде, Эрия, это была богиня этого мира, ее там по итогу предали, и она обратилась, видимо, вот в такой, в скалу, да, от которой регулярно откалываются маленькие кристаллики, и прибывает их к берегу моря, к берегу вот этой страны, и вроде как остров, на котором находится эта скала, там пытались завоевать когда-то давно, ничего из этого не вышло, и попытки вроде как оставили, а кристаллы, ну, научились обращаться с магией кристаллов, пока как именно работают кристаллы, мы не знаем. Она живет в доме некоего человека, и двух его приемных детей, я так поняла, что старший его сын умеет забираться людям в голову, то есть он умеет читать мысли, младшая дочка тоже владеет какой-то магией, но ей то ли плохо управляет, то ли вообще не управляет, ей нужно учиться, то есть ходить в некую академию, которая там же находится, но она не ходит, и здесь из-за этого в конце первой главы потрясающий семейный скандал устраивается, это была самая приятная сцена за всю главу, она мне очень понравилась. Наша героиня, мы опять же не знаем, как именно она попала, но она уже три месяца в этой семье, мы узнаем, что попала она странница, в общем, она незаконная странница, то есть не должно было случиться этого ее перемещения, ей нельзя показываться особо в городе, от нее фонит, фонит как бы другим миром, и она ждет некоего хранителя дверей, видимо, чтобы она отправила ее домой, и опять же в конце мы узнаем, что этот хранитель дверей, видимо, где-то был в другом мире, и вот он сейчас вернулся, и, собственно, первая глава заканчивается на том, что все договариваются, там, окей, мы завтра или когда-то мы идем на прием к этому хранителю дверей, ну, наверное, он отправил, ну, как бы исходим из того, что он должен отправить ее домой. что здесь еще интересного, у нас здесь есть аристократия, потому что как раз вот эта вся эта беседа про то, что хранитель дверей вернулся, она происходит, когда их навещает граф, короче, местный герцог или граф, граф и ридер, они обсуждают, ну, академию, и какой-то суд здесь будет, и мы вот узнаем, что дети этого господина Омьина, они приемные дети, опять же, почему, мы не знаем, однако, ну, вот, да, все убеждены, что его дочь, она должна научиться владеть своей магией, что магия-то у нее есть. Пока мне, как я уже сказала, самый, самый приятный это был диалог, такой, ну, именно беседа, да, застольная, это было самое интересное, что было в первой главе, я надеюсь, что здесь будет побольше этого, потому что, ну, через такие вот диалоги, если они не превращаются в инфодампинг, это самый интересный способ раскрытия мира, это лучше, чем когда просто в описании бросаются какие-то названия, какие-то моменты исторические, я надеюсь, что мы во второй главе попадем на этот прием к этому хранителю, разберемся, что происходит, ну, и вообще, вот такое, знаете, странное ощущение, вроде автор дал много деталей о мире, но пока сложить их у меня не получается, я думаю, что это нарочно, но в целом здесь как бы и описание, и рефлексия, и диалоги, все это присутствует, думаю, и что дальше будет только лучше, и что еще мне нравится, что это не попаданчество из нашего мира, да, фэнтезийный мир, я это прям, ну, это прям не люблю, в последнее время, мне кажется, это превратилось в заезженный и плохо, плохо реализованный штамп, здесь у нас явно есть некий мир, который сообщается с другими мирами, да, из одного мира героиня попала в другой, очевидно, это было не запланировано, и чем это для нее закончится, и где там волк, до волка я пока не дошла, в первой главе его нет, точнее, он есть, но только во сне у главной героини, чем закончится, мы узнаем позже, ну что, вот такой три-чаптер тег, надеюсь, вам понравилось, мне очень, меня очень заинтересовали в общем-то все книги, они все очень разные, они все очень любопытные, посмотрим, что из этого получится, диалогию Эйлин Рэй, я ее буду читать совсем скоро, вот здесь в первой книге получается, что 500 страниц, во второй книге тоже 500 страниц, да, то есть я, наверное, только дочитаю Славгород, который я сейчас дочитываю, как только я дочитаю Славгород, я буду читать Эйлин Рэй, соответственно, что касается книжек из A Tri-Chapter, то они, ну, часть из них определенно попадет на лето, это скорее всего будет Кронин и возможно Кван, и совершенно точно, что и Ферранте, и Нгози Адичи тоже будут в этом году, хотелось бы и до Каги Атахико тоже добраться. Спасибо вам за просмотр, рассказывайте, читали ли вы что-то из этого, потому что кроме Сердца Эри и все остальное здесь уже не новинки, буду ждать ваших отзывов, что вас из этого больше всего заинтересовало, ну и я надеюсь скоро увидимся. в этом году. Спасибо.